Добрый вечер коллеги, рад всех увидеть. Если все готовы, начнем с пособия. Надо отдать должное. Солбац сегодня хорошо сыграл в обороне, старались, в принципе на равных играли два периода, но третий гол у нас немножко надломил. Неплохое усилие перед плывом, но сейчас настает такое время, где многим, конечно, нашим ребятам в особенности не имеет опыта большого, понимают, что плов это не только мастерство, а это характер и в какой-то степени героизм. И здесь нам немножко надо добавить. Спасибо. Мистер Веструл. Мистер Веструл. Добрый вечер. Конечно, большой победой для нас. Это важный побед. Конечно, это была хорошая и важная для нас победа. Очень нужная. Повторяю. Спасибо. Спасибо за наступу и всем пиламмам. Спасибо за наступел. Кареве играл в интернете. И я согласен. Это был хороший хоккей-игр. Сотси играл очень хорошо. Он тоже был очень тяжелым временем. На сегодняшний день. Но... Я согласен, что это был хороший игрок. Хочу сказать спасибо всем игрокам, всей команде. Кореев сегодня хорошо сыграл. И я соглашусь, что сегодня была хорошая игра. И перед плей-оффом. То есть тоже хорошая игра перед плей-оффом. Коллеги, бизнес онлайн, пожалуйста. Ломали? Так услышим. Давайте так говорите. Ломали? Да, сначала. Мы должны подумать, кто будет играть. Косан. После этого мы знаем больше. Мы должны подумать еще, кто будет играть против Казани. И после этого мы уже больше будем понимать, кто будет начинать плей-офф. Стас Шахов. Мистер Вестернг, Станислав Шахов, РБК АЛФА. Вы во время товарищеских матчей с нефтехимиком говорили, опасались, что игроки, играющие, выступающие на Олимпиаде приедут и у них начнется спад. Заметили ли вы его или удалось избежать? И как вообще оцените состояние команды после месячной паузы? Пошли ли на пользу дополнительные тренировки? Спасибо. Продолжение следует... Тоже, что вы? Олимпийский сезон, 5 веков, это не легко начать играть после так долгосрочного сезона. Наши олимпийские игроки пришли раньше, чем мы ожидали. Так что сейчас у них было время, чтобы восстанавливаться. Олимпийский перерыв был пять недель, это очень большое время. Не так легко после этого начинать играть опять. А про игроков, которые были в Олимпийской командах, они приехали намного раньше, чем мы ожидали, поэтому у них было время для восстановления. Денис Таипов, «Бизнес онлайн». После первой пропущенной шайбы Андрей Кореев просил видеоповтора. Почему вы не взяли и не доверились в ретарию? Мы видели со стороны, что это наш игрок в него врезался. Поэтому мы видели со стороны, что это наш игрок в него врезался. Поэтому мы не стали брать повтор. Если позволите еще один вопрос. Сегодня в тройке с Бурдасовым Качевым вышел коротко. Как оцените его игру и будете ли вы подбирать нового центра в эту тройку или довольно коротко? Спасибо большое. Он играл в хорошем футболе, но мы должны думать, как мы будем в будущем. Он сейчас играл хорошо, когда помогал в обороне. Но мы будем думать, кто у нас будет играть в будущем еще. Не определились до конца. И давайте заключительный вопрос. РК, сегодня после хорошей победы вы в следующий матч проведете с Акбарсом. Это принципиальное дерби, все билеты проданы. Но у вас сложная ситуация. Вы можете поберечь, допустим, игроков перед плейлов, что-то скрыть. Вы уже обдумывали, как вы будете поступать сейчас, когда нет турнирной мотивации? Спасибо. Акбарсом. 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 Ты думаешь, что мы уже думаем? Да. И мы должны использовать эту игру для приготовления для плейлов. Но я не знаю, что мы получили несколько инсуриев и подобных вещей, но давайте посмотрим. Это был очень важный победитель для нас, и мы не думали так много. Только один игрок. Естественно, мы хотели бы использовать эту игру как подготовку к плей-оффу, но у нас сегодня есть несколько небольших травм, поэтому мы не знаем, будут они играть или не будут. Посмотрим, что будет в будущем. Всем большое спасибо, коллеги. Субтитры сделал DimaTorzok